Здравствуйте, меня зовут Алексей Красиков, добро пожаловать на портал Невроза Мегаполиса. Я приветствую всех зрителей канала, вновь лекция будет очень объемная и интересная по неврозам, по вегетососудистой гистонии и прочей терапевтической истории. Сейчас я озвучу то, что мы будем сегодня обсуждать, но прежде всего я хочу сакцентировать внимание тех, кто первый раз смотрит мои видео лекции или те, кто смотрит их не так давно. Но если вы смотрите именно этот ролик, то я хочу вас поздравить и призвать его досмотреть до конца, потому что я очень устал отвечать на многочисленные вопросы на Спрашиваю.ру, ВКонтакте, все про одно и то же. Несмотря на то, что я снимаю достаточно много видео лекций на одну и ту же тему, видимо что-то люди не видят, какие-то ролики они смотрят, какие-то они не смотрят. Я хочу сегодня сделать очень объемный ролик, посвященный вегетососудистой гистонии, а именно телесным симптомам, как с ними справляться, почему они вообще-то прежде всего возникают, о панической атаке мы будем говорить и мы будем говорить о психотерапии, о том, как вылечить ВСД и о том, что такое паническая атака, почему у вас происходят телесные симптомы, как быть и почему вас врачи футболят. И собственно говоря, как психотерапевт в виде какой-то болтовни в кабинете или по скайпу вам поможет. И поможет ли вообще? И на что способна психотерапия? Я расскажу всю правду о психоанализе и всю правду о современной психотерапии. Так что не переключайтесь. Итак, я выписал себе несколько вопросов, которые задают на Спрашиваю.ру. Там уже 9 тысяч отвеченных и 5 тысяч не отвеченных. И поверьте мне, из 5 тысяч не отвеченных, в принципе, все, что я буду сегодня рассказывать, будет именно об этом. Поэтому я вас призываю внимательно слушать и не задавать такие же вопросы вновь и вновь. Итак, прежде всего, самый главный вопрос, который задают люди. Телесные симптомы ВСД, ком в горле, тахикардия, чувство нереальности, происходящего, дисфункция кишечника. Это телесные имеются в виду. Подскачки давления. Как быть? Какие техники применить психотерапии? И какому врачу пойти? Итак, давайте начнем с того, что такое телесные симптомы, что такое вегетососудистая дистония по определению и по факту. Если вы прошли всех врачей, и вас все футболят из кабинета в кабинеты и говорят, что у вас ВСД, то вы смело можете понимать, что, скорее всего, у вас нет никаких органических заболеваний. И сейчас я вам это докажу. У вас есть чувство нереальности, слабость, тахикардия, ком в горле и ощущение дискомфорта в организме. И мы сейчас не берем эмоциональный компонент, мы сейчас берем только тело. Тахикардия, экстрасистолы, ком в горле, тяжелый вдох, тяжелый выдох, головокружение, скачки давления, диарея, потливость, озноб, жар. Если вы прошли врачей, и вам говорят, что вы абсолютно здоровы, можно пускать вас в космос, но у вас ВСД, я хочу вас обрадовать. У вас нет органической болезни, но то телесное, что вы чувствуете, это есть телесное проявление невротического расстройства. Итак, и когда мне задают вопрос, как бороться с комом в горле, как бороться с тахикардией, как бороться с экстрасистолой в неврозе, как бороться, когда меня кроют телесно, я вам отвечу следующим образом. Никак. Никак с этим бороться не нужно. Я сейчас объясню почему. Даже не то, чтобы не нужно, а это неким образом бессмысленно, пока вы не поймете основную суть, почему так происходит. Почему же у вас возникают такие телесные явления, и где врачи не видят патологии. И вот здесь начинается самое интересное. Вспомните, пожалуйста, ситуацию, когда вы прыгали с парашютом. Кто прыгал с парашютом, у вас колотилось сердечко, у вас потели ладошки. Вам было страшно. Вы осознавали то, что вы прыгаете с парашютом, вам страшно. Вспомните ситуацию, когда вы дрались на улице. У вас сохость во рту, тяжелое дыхание, тахикардия, все напряжено. Вы деретесь. Вспомните ситуацию, когда вы бегаете от собаки. У вас сильное напряжение, у вас стучит сердце, вам тяжело глотать, и вы даже практически забываете, что вы дышите. Вы бегаете. Вспомните ситуацию, когда вы с кем-то яростно ругаетесь. Вам не хватает нормального вдоха, вы теряете темп речи. Кстати, по публичным выступлениям ту же самая история. У вас онемение, скованность, вы напряжены, злитесь, стучит сердце. Вспомнили все ситуации, где вы конфликтовали, или вам было страшно. Или что-то угрожало вашей жизни. Тахикардия, ком в горле, состояние какой-то отрешенности, ватные ноги. Вспомнили? Тот же самый страх у стоматолога. Все, Леолик, подожди, я выйду. Вспомнили страх, как он телесно проявляется? Хорошо. А теперь представьте себе, что вы идете за любимой сумочкой в магазин, и у вас наконец-то появились деньги на любимую сумку Michael Kors. Или часы. Или вы покупаете новую машину. Или вы идете на свидание с парнем или с девушкой. Как вы себя телесно ощущаете? Сердечко стучит? Стучит. Неприятные ощущения внутри тела. У кого-то даже кишечник шалит. Но вы идете в позитивную историю. Вы тоже переживаете. Смотрите, если взять все эти истории и посмотреть на них объективно, вы можете свои истории сейчас придумать. Вы увидите очень интересный парадокс. Парадокс в том, что везде ваше тело реагирует одинаково. Что вы прыгаете с парашютом, что у вас оргазм. Тахикардия, не менее ног и так далее. Телесно вы проявляетесь одинаково. Но понимаете вы ситуации по-разному. И они либо позитивные, либо они негативные. Но телесно одинаково. Так вот то, что вы испытываете телесно при прыжке с парашютом, или драке, или при оргазме, или покупке машины, это и есть вегетативная реакция на вашу эмоцию. Это либо страх, если вы прыгаете с парашютом, либо это какая-то эйфория и радость, если у вас там оргазм, или вы встречаетесь с кем-то, или вы покупаете машину. Понятно? То есть, тело реагирует на эмоции. Это медицинский объективный факт. Здесь нечего пытаться высасывать что-то из пальца, что-то уникальное. Любая ваша эмоция, в какой-то степени крайности, будет резонироваться ваше тело. И то, что вы называете симптомом, который вас кроет, накрывает, это и есть те самые телесные резонаторы эмоций. Но проблема в том, что когда вы прыгаете с парашютом, или у вас, простите, оргазм, или вы покупаете машину, вы понимаете, почему вы испытываете, допустим, тихикардии. Или почему у вас как-то вот такое состояние отрешенности. Или почему у вас перехватывает дыхание. Или почему у вас там кишечник. Или что-то. Вы понимаете, что вы нервничаете, потому что. Но когда вы идете в магазин, или когда вы идете по улице, или вы вдруг в офисе, и вдруг откуда ни возьмись, появилась, так сказать, вегетативная история, вы не понимаете объективности, почему. И вот тут вы начинаете пугаться. Потому что когда ваш здравый смысл не понимает, что вдруг с моим телом, у вас первая мысль, как у тревожно-медительных товарищей, ой, а вдруг это как у Михаила Михайловича инсульт. А вдруг это как у Ивана Ивановича инфаркт. А вдруг это так, как я читал когда-то в интернете. Ой-ой-ой. И вот в этот момент вашими мыслями, я хочу это подчеркнуть, мыслями, вы начинаете придавать этому излишне катастрофическое значение. И если любой человек вдруг начнет так думать, он испугается, потому что он будет действительно верить. Итак, у нас сначала было вегетативное напряжение. Я сейчас расскажу, откуда оно появилось. Вегетативное напряжение – это была вытесненная эмоция. Вы ее не осознавали. Ну, например, пример. Какой бы пример привести? Вы идете в магазине-супермаркете. И вдруг откуда ни возьмись, у вас застучало сердечко, у вас начинают потеть руки, у вас ком в горле, и вы думаете, ой, это приступ, наверное, это инсульт, или, наверное, это инфаркт, потому что о какой эмоции идет речь, вы вообще ни о чем не думаете, и у вас нет никаких эмоций, кроме страха за то, что сейчас происходит. Так? Нет. Вам кажется, что это так, но на самом деле это неправда. На самом деле, то, что и происходит вегетативно у вас на улице, на работе, или дома, или еще где-то, на это есть абсолютно естественные причины. Вы в определенных ситуациях что-то испытываете, о чем-то думаете, и испытываете какую-то эмоцию к тому, где вы находитесь, или о чем вы думаете. Там есть много вариантов, я сейчас попробую на чем-то остановиться. Но вы не испытываете, или эта эмоция вытеснена из той сферы жизни, которая вас окружает, например, в семье, в родительской семье, дома, на работе, еще где-то. И вы не придаете этим эмоциям внутренним значения, потому что вы их не осознаете. Но проявляются они телесно так, как будто они есть сейчас. И, естественно, не по делу. И вот эта вот эмоция телесная, так сказать, проявление не по делу, вас и пугает, потому что вы об этом не в курсе. И вот тут есть самый интересный момент. Если вы идете по магазину, вспомните, пожалуйста, кто помнит телесные проявления оргазма. Тахикардия, глубокое поверхностное, частичное поверхностное дыхание, кружится голова, пот, жар. Вот представьте себе это эмоциональное состояние. А теперь представьте, чтобы вдруг в магазине испытали это. Многим людям нравится оргазм, они от этого получают большое удовольствие. Но если вы об этом не будете знать, что это оргазм, и вы пойдете в магазин, и вдруг у вас будет это самое интересное, вы испугаетесь. Вы испугаетесь 100%, потому что вы не знаете, что с вашим телом. Ваши первые мысли – инфаркт, инсульт, потеря сознания. Следующая ваша мысль, что вы будете об этом думать, либо вы себя об этом, либо вы себя судите за это, и скажите, я тут буду сейчас валяться, как цыпленок табака, и все будут на ржать, либо я потеряю над собой контроль, и буду носиться, как, значит, неимоверное сумасшедшее, либо я схожу уже с ума, либо сейчас вообще мои дети останутся без матери. И вот эти катастрофические мысли в момент вегетативного проявления эмоций, которые вы не знали, дают еще большую накладку, выделяется адреналин из-за страха, потому что вы испугались вегетативных симптомов, приняв их за приступ смерти. Испугавшись, ваши напочечники здоровым, естественным образом выделяют адреналин, потому что вы, как, простите, животное, даете команду страх. У вас есть какое-то состояние, которое вас убивает, вы же в это верите. Любое животное, когда идет команда высшей нервной деятельности, что тебя убивают, дает команду на адреналин. Адреналин начинает сохранять вашу жизнь, как в любом животном мире. А вот теперь очень интересная история про эволюцию. В животном мире есть три категории животных, которые по-разному работают, по-разному перерабатывают адреналин. Какие-то животные впадают в анабиоз, впадают в ступор. Там какая-то категория овечек есть такая, которая впадает, значит, в такой коллапс. И жучки-паучки, собственно говоря, они тоже замирают от адреналина, делая вид, что они мертвые, чтобы их как бы не сожрали. Это одна реакция на адреналин, такая функция спасения. Вторая реакция у животных – это нападать. Например, падите и испугаете льва в саванне. Вот, посмотрите на его адреналин. Главное, самому потом не пострадать. Он нападает на вас. И есть третья категория животных, которые убегают. Ну, зайцы, например, или птицы какие-нибудь. Итак, у нас есть замирание, нападение и бегство. Это инстинкт животного мира, реакция на адреналин. Человек – уникальное животное. Путём эволюции, есть такая теория, что путём эволюции, он научился сочетать в себе три реакции на адреналин. Человек либо замирает во время адреналина, и это... Поэтому многие во время панической атаки или дегитативных вот этих вот страшилок, когда они пугаются, они замирают. Им кажется, что они перестали дышать. Им кажется, что они сейчас вот-вот упадут в обморок. Они замирают. А-а-а. И начинают как бы умирать. Вторые люди во время выброса адреналина начинают суетиться, носиться по квартире, открывать окна со словами «Мне инфаркт». Куда-то надо бежать, что-то надо делать. Не потому, что эта смерть с косой за ним пришла, а потому, что так работает адреналин, потому что человек уверен, что он умирает. И это естественная команда, которая дается мозгу «Спасайся» в виде адреналина. И есть третья категория людей, она реже встречается в терапии, у которых адреналин проявляется в виде агрессии. Как только у него выбросился адреналин по какому-то поводу, ссора или конфликт, он сразу очень становится агрессивным. Такие люди есть, но, как правило, там не паническая атака, там неуправляемая агрессия начинается. Это не наша с вами сегодняшняя тема. Понятно, как человек реагирует на адреналин? Итак, повторяем. У вас есть внутренние эмоции, которые создаются в рамках вашей жизни и вашего мировоззрения. Вы смотрите на этот мир каким-то образом, на вашу семейную жизнь, на ваши отношения, финансы и так далее, каким-то образом. Сейчас мы поговорим об этом, когда берем когнитивную терапию. Вы смотрите на это определенным образом. То, как вы смотрите на определенные вещи, рождают внутри вас определенные противоречия. Эти противоречия рождают внутренние эмоции, которые вы не осознаете. Вы даже порой и противоречий не осознаете. Ну, а что такого вам кажется? Но на самом деле эти противоречия создают внутренние эмоции. Эти внутренние эмоции не могут не соматизироваться телом и не проявлять. Если количество этих противоречий как бы в норме обрабатывается психикой, вы не испытываете таких ярких вегетативных проблем. Но как только вы начинаете взрослеть и как только ситуации сменяют одна, другую, третья, десятая, восьмая, копятся, копятся, копятся это количество внутренних противоречий, тело начинает уже эти внутренние эмоции резонировать. И вот тут и начинаются ваши камы в горлах, тахикардии, кишечники и так далее. Вы, в свою очередь, не понимая этого предыдущего, начинаете думать о том, ой, что это со мной, наверное, это как у бабы Люси, у тети Маши, придаёте этому катастрофу, выделяется адреналин, и вы думаете о том, что у вас начинается какая-то болезнь, идёте по врачам, врачи делают ультразвуковые исследования, там ничего нет, потому что эмоции не нарисуются на ультразвуке, эмоции не видно на ЭКГ, эмоции не видно при колоноскопии в кишечнике, там у вас не сидит ВСД такая, знаете, такая штучка, её называют ВСД, её не видно в томографе, её не видно в кишечнике, её не видно в желудке, потому что это ваши эмоции. Эмоции – штука такая нематериальная, это штука, которая проходит очень тонко по вегетативной системе, эмоция и вегетативная система на функционал организма. Понятен этот тезис, что такое ваши симптомы? Ответьте сейчас, что такое ваши симптомы вегетативного напряжения. Это телесное проявление эмоций. Понятно? Да, вы сейчас говорите, какие эмоции, вы пока их не знаете, потому что вы не занимаетесь когнитивной терапией, но я вам хочу со всей ответственностью заявить, что то, что происходит у вас дома, на улице, в магазине, в офисе, далеко от дома, телесно, это есть ничто и не иное, как телесное проявление эмоций. И я научу вас в дальнейшем с этим работать, и так это моя работа. Я этим занимаюсь 6 дней в неделю на протяжении многих лет. Это тезис первый. Тезис номер второй. Как же возникает паническая атака? Собственно говоря, мы только что это разобрали. Когда вы идете в магазин, у вас проявляется вегетативное напряжение. Ну, давайте возьмем не магазин, давайте возьмем что-нибудь другое. Например, метро. Я покажу, как работают рефлексы Павлова. Хотите? Очень просто. Ну, возьмем людей, которые избегают метро или улицы. Там можете подставлять любые события. Смотрите, как это выглядит. Видно? Ситуация. Давайте возьмем за ситуацию какое-нибудь там метро, например. Вы едете в метро. Это ситуация. И у вас в метро, как я уже сказал, из-за того, что у вас есть определенные внутренние конфликты вашей реальной жизни, у вас потихонечку тело начинает эти эмоции резонировать. Ну, с мужем, с женой, с детьми, с деньгами, с работой, с начальником, с учебой, с тем, что я выполняю, с карьерой, и так далее. Начинается все это подниматься телесно. И вы испытываете телесную реакцию. Я напишу так. Т1, окей? Вы едете в метро, и у вас телесная реакция. Что-то вам как-то дискомфортно в этом метро стало. Как-то что-то не очень уютно, вегетативно. И вот тут возникает следующее. Мысль. Мысль 1, напишу вот так. И вы думаете, ой, а что это со мной? Что-то мне как-то кружится, что-то мне застучало. И вот дальше вы говорите следующее. Мысль 2. И вот эта мысль 2 я ее обведу в круг, потому что это самая главная ошибка, это мысль страшилка. Вы говорите, ой, а вдруг это двоеточие? И пошли. Как у бабы Люси инсульт. Как у тети Маши инфаркт. А вдруг это как у моего папы, как у дедушки, как у мамы. А вдруг я читала где-то, а вчера мы похоронили. А вдруг я схожу с ума. Потом у вас идут мысли третьего порядка. Что будет, если я умру, упаду, окакаюсь, описываюсь прямо здесь и сейчас, а если я схожу с ума, а если это шизофрения, и начинается вся вот эта петрушка. От этого всего кошмара, который пронесся у вас в голове. Я вот сюда нарисую. Выделяется адреналин. Буковку А вот так вот. Адреналин, когда выделился, вы, соответственно, уже сегодня, люди уже образованные, знаете, что вы либо замрете, либо побежите, либо на кого-то будете нападать. Ну, скорее всего, вы либо замрете, либо побежите. Ну, предположим, что вы побежали с испугу от того, что вы подумали. Вы побежали и вы, допустим, выбежали на улицу или вызвали скорую, вам накапали кроволола, вам дали феназепам, или вы позвонили маме почему-то в этот момент. Очень интересно, умирающие люди. Посмотрите, люди помирают, а в этот момент звонят почему-то родителям. Привет, давай поговорим. Как? Да мне что-то как-то не очень хорошо. Странные что-то умирающие люди какие-то, которые начинают звонить. Что-то за инфаркт, который бегает по квартире со словами, откройте окна, вызовите скорую, когда при инфаркте на самом деле люди не могут ходить вообще, в принципе. И вот в этот момент вы побежали. И вы, допустим, выбежали на улицу или вам накапали успокоительных. И вам стало хорошо. Я такую английскую букву R нарисую, типа релакс. И вам стало хорошо, вас отпустило, вы сказали, успело. И вы либо успели прибежать домой, либо вы успели поговорить с мамой, либо вы накапали кроволол, либо приехала скорая. Вы успели, вы не умерли. И вот теперь возникает следующая проблема. Ваш головной мозг запомнил ситуацию. И эту ситуацию Иван Петрович Павлов назвал стимулом. Это был стимул. Допустим, метро или улица или офис. В этом стимуле вы испытали эмоцию, то бишь реакцию по Павлову. Страх. А затем вы убежали. И вы накапали себе какой-то гадости, вас отпустило. И это называется подкрепление. Стимул, реакция, подкрепление. Метро, страх, убежала, выпила. Метро, страх, убежала, выпила. Вот вам рефлекс собаки Павловой. Падите сказать, что мы не животные. А дальше возникает следующее. Как формируется агорофобия? Если таких стимулов, где вы убежали, было много, и они все больше, 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 больше плодятся, метро, трамвай, дальнее расстояние, вы начинаете их избегать. Вы просто начинаете туда не ходить, говорите, а ну ему нафиг, а вдруг там вдруг. Избежали, значит, подкрепили опять страх. И вы начинаете потихонечку избегать этого, этого, этого. И суть проблемы агорофобии заключается не в том, что вы умираете. А суть проблемы агорофобии заключается в том, что вы можете просто себя довести до состояния изоляции дома и не выходить при определенных условиях, ну без родителей или без каких-то там фармакологических препаратов. Понятно, что такое агорофобия и как она с панической атакой сочетается. А все из-за чего? А все из-за того, что вы один раз неправильно подумали. У вас было вегетативное напряжение, вы подумали, ой, катастрофа, караул, 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 и побежали. Понятно теперь, что такое паническая атака и откуда? Теперь многие задают вопрос, откуда же я еду в метро и почему у меня раньше не было вот этого вегетативного, который я потом катастрофизирую, а тут оно вдруг откуда-то появилось. Что за эмоции, говорят такие, Красиков, что за эмоции? У меня нет никаких эмоций, я просто тупо ехал на работу. Нет, эмоции есть. Проблема в том, что вы не придаёте существенного значения тем факторам, которые происходят в вашей жизни. И как вы их глотаете, подавляете, не обсуждаете, говорите потом, или это не важно, или это как бы не главное. И, естественно, это копится, копится, копится. И это такой накопительный выход в вегетативную реакцию эмоций. Бывает реактивно, когда вдруг резко случается какая-то ситуация, которая явно противоречит вашему мировоззрению или вашим убеждениям, и вы резко вы даёте вегетативную реакцию эмоций, которую потом, опять же, так же резко пугаетесь, и начинается паника. Здесь начинается дальше очень тяжёлая история неврозологии, потому что, конечно, у этих симптомов начинается примешиваться вторичная выгода, но мы сегодня об этом поговорить не успеем, потому что потом вы начинаете ходить по врачам, потом вы начинаете что-то читать, изучать, и уходите совершенно в параллельную сторону, к которой уходить не надо. А теперь я вам расскажу, что надо делать. Понятно, что такое ваша телесная проблема. Ясно теперь, что такое паническая атака, как это формируется, и почему, что это адреналина, что это изначально на это и есть причина, и что вы катастрофизируете это своими мыслями. Паническая атака как быть? Рассказал систему панической атаки. Значит, как быть? Существует несколько упражнений для того, чтобы разрывать рефлексы, как агорафобические, так и панические атаки, так и любого страха, который вот так вот обусловлен. Стимул, реакция, подкрепление. Мы работаем с подкреплением, мы работаем с реакцией и со стимулом. Собственно говоря, упражнений много. Я о них много говорил. Кому нужны эти упражнения более подробно, милости просим на сайт безневроз.тв. Есть много вебинаров, есть дистанционный DVD-материал, который вы можете обсмотреться, если вам мало видео-лекций. Потому что там очень подробно и системно мы это разбираем. Значит, следующее. что надо делать? Почему вообще изначально эта проблема возникла? Ведь есть какие-то люди, у которых тоже копятся всякие проблемы, там, с семьей и так далее, но у них нет таких телесных реакций, с которых потом начинаются все телесные проблемы. А потом страхи прикручиваются за собственную жизнь, здоровье и так далее. То есть, на самом деле вы начинаете бояться того, что вы не знаете. Поэтому многим моим клиентам, они говорят, Леша, спасибо тебе большое, нам стало чуть-чуть проще, потому что мы поняли, что то, что с нами происходит телесно, это не болезнь, а это эмоции, потому что у меня в жизни что-то не то. Так? Так. Но проблема в том, что когда вы возьмете техники от панической атаки или от агорофобии, которые записаны, допустим, на первой части дистанционного курса и на многих блоках вебинаров, которые можно взять на сайте, вы очень быстро поймете, что такое паническая атака, как от нее, а не то, чтобы избавляться, а как ее не вызывать. Поэтому, когда вы говорите, Леша, научи меня избавляться от панической атаки, это неправильно. Ну, как здесь можно избавляться от панической атаки? Суровите сами. Вы просто учитесь понимать эту систему и учитесь реагировать на этом стимуле не старым образом. Для этого есть определенные технологии и техники. Это очень быстро и очень просто. Но есть масса клиентов, которые говорят, у меня были панические атаки, теперь у меня их нету, но мне продолжают вшарашить вегетативные симптомы, я продолжаю делать какие-то странные вещи, мне все равно еще плохо и как-то депрессивно. И вот тут мы переходим к теме психотерапии. Как же психотерапия помогает вам справиться с неврозом, с паническим, тревожно-фобическим расстройством? Первый этап психотерапии, это тот этап, который я вам дал отчасти сегодня. Он также записан на вот этих материалах. Это образовательный процесс и подбор упражнений для панической атаки, для передвижения, для навязчивых мыслей, для того, кто не умер. Страх не материализовался, мысли о самоубийстве, о суициде, о причинении вреда тоже не материализовались. Все это есть не что иное, как подавленные эмоции. Страха, а вдруг я буду плохим мальчиком, а вдруг я буду плохой девочкой, а вдруг я сойду с ума, что скажет мама. Все это, это такие скрытые внутренние проблемы, которые вы не осознаете, и они трансформируют у вас в такие страшилки. Ну, например, страшилка, кого-то убить или сойти с ума. Знаете, да, такую жалобу? Вот, пожалуйста, за этой страшилкой стоит не что иное, как быть плохим человеком. Я не должен быть плохим сыном, я не должен подвести мою семью на вопрос, а как я могу быть плохим, а как я могу подвести, когда это актуализируется в невротической проблеме очень ярко, вы смотрите на кухню, там лежат ножи, вы говорите, опа, вдруг я сейчас убью. Вы от этой мысли пугаетесь, и начинается опять проблема страха. А вдруг я потеряю над собой контроль. Та же самая история с шизофренией. А вдруг я сойду с ума, и я не смогу построить маме дом, купить папе Феррари, и вообще не докажу, что я хороший сын. Всё мы это разбираем в наших занятиях. Так что не бойтесь, с ума никто не сойдёт, убить никто никого не убьёт, умереть не умрут. Главное заниматься с психотерапевтом, понимать причины работать с этим. Итак, сама психотерапия. Сама психотерапия это процесс, который не является медицинским, он является психологическим. Существует несколько форм психотерапии. Индивидуальная, групповая, семейная, терапия средой. Значит, мы возьмём индивидуальную форму как факт психотерапии. Есть метод психотерапевтический как беседа. Психотерапия проходит в виде беседы с клиентом либо очно, либо по скайпу. И ещё один метод в виде упражнений с терапевтом, допустим, на улице. Это называется экспозиционные тренировки. Вот, собственно говоря, два метода. Либо диалог, либо упражнение. Есть ещё телесные техники, гипнотехники, но мы их сейчас трогать не будем. Мы возьмём в основной метод диалог. Возьмём два метода. Это психоанализ ортодоксальный и современную когнитивную терапию. Что вам надо знать? Вообще, почему психотерапевты и психолог такие товарищи смешные, как я, помогают таким людям, как вы? И при чём здесь вообще это всё? При чём здесь ваше тело и психология? Сегодня вы уже знаете за 30 минут, что то, что происходит с вашим телом, то, что вы называли накрывает, кровит и так далее, это телесное проявление эмоций. Так? Так. Именно поэтому врачи ничего не находят. Значит, надо понять, откуда эта эмоция рождается. Так? Так. Научно доказано и эмпирически, что эмоция, любая, радость, злость, вот эти две крайности, рождаются от того, что вы думаете в какой-то ситуации. То бишь, это выглядит так. В какой-то ситуации вы что-то подумали, как-то это оценили, родилась эмоция и родилось поведение. От этого, от этой эмоции, от этого поведения родился ваш поступок. И вот тут я хочу вам сказать то, что я никогда вам не говорил. Когнитивная терапия и психотерапия, которой я занимаюсь со своими клиентами, это не просто психотерапия панических атак, агорофобия, ВСД. Это только начало. Но на самом деле вы сейчас многие об этом даже не догадываетесь, что за когнитивной терапией, за моей работой, которую я провожу, стоит не просто избавление от панических атак от телесных проблем. За этим стоит глобальный личностный рост с новым мировоззрением, которое дает вам не только объективные эмоции и не только объективное поведение, но и новый, правильный, успешный результат вашей жизни. Я покажу вам очень простой пример моих клиентов. Я покажу, как это связано с ВСД. Представьте себе, что человек считает, представьте себе мальчика, он предприниматель начинающий, и он говорит, я должен во что бы то ни стало открыть свой бизнес в этой нише. Я должен сделать именно такой объем продаж. Мой бизнес должен быть таким, моя палатка должна быть только здесь, моя наценка должна быть только такой, мой товар должен быть только таким. Моя стратегия должна быть только такой, и мои инструменты должны быть только такими. Долго ли проработает такой бизнесмен? Очень недолго. Потому что его убеждения ему сделают большую злую шутку. Они его сожрут. Потому что когда ситуация рыночная будет меняться, его убеждения не дадут ему принять новых решений, потому что он думает, что он должен. И будет проблема с бизнесом, он его потеряет. И будет потом в депрессии пить антидепрессанты. Теперь смотрите, как это выглядит на ВСД. То, что мы называем вегетативными проблемами, это ваши эмоции. Вы уже об этом поняли. Это вызывает, что вы что-то думаете о какой-то своей сфере жизни или в целом о мировоззрении. То, что вы думаете, это объективно, не конструктивно. Потому что вы думаете очень ригидно, очень жестко, невариативно, однобоко, очень сильно преувеличенно или как минимум не объективно и нелогично. Это вступает в противоречие с определенной сферой вашей жизни. Из этого рождаются неконструктивные эмоции, которые, а, соматизируется ваше тело, дают вам дискомфорт, то, что вы ошибочно принимали за приступ, б, дают вам не только негативные эмоции, но и дают вам негативные поведения. Ну, допустим, вы уходите с работы, расстаетесь постоянно с парнями, ссоритесь, ругаетесь, изолируетесь. Это неконструктивное поведение даст вам много денег. Вы много денег заработаете, когда вы будете постоянно изолироваться? Нет. Будет ли у вас успешный секс? Нет. Будет ли у вас классная машина и классная девочка в соседней комнате? Нет. Потому что неправильное мышление, не то чтобы неправильное, а не объективное, не гибкое, не вариативное, не логичное, дает вам такой же результат. Никакой. Именно поэтому, когда вы смотрите сейчас на свою жизнь, вы видите такой плачевный, часто результат, где нет денег, нет счастья, нет радости и нет удовольствия. Не потому, что это объективно, вы к этому на это были запрограммированы, и у вас это на звездах, а потому, что вы так себя ведете. А ведете вы себя так, потому что вы понимаете мир определенным образом. От этого понимания мира рождаются определенные эмоции и поступки. Мало того, что эти эмоции вам мешают, так вы еще и поступки делаете такие, которые не приносят вам ни денег, ни женщин, ни мужчин, ни счастья. А потом вы приходите и говорите, вылечите меня, как быть? Поэтому и нету лечения и медицины, и ни одна таблетка или леврозы не лечат. Потому что если вы хотите не испытывать таких эмоций, если вы хотите не испытывать, не делать старые вещи, это знаете, как похоже, как вы по граблям ходите по кругу, и на одни и те же грабли наступаете. Те же мужчины, те же женщины, те же поступки, те же проблемы, те же ссоры, те же поведения. А потом вы удивляетесь, что мир такой плохой? Я стараюсь, стараюсь, а у меня что-то бабла нету, как-то вот что-то нету. Нету Мазерати, нету классного мужчины, нету классной женщины. Да потому что вы делаете все одно и то же. И вы не разрабатываете ваше мировоззрение, потому что оно у вас, я уже говорил какое, необъективное. И вот как раз когнитивная терапия, той, которой занимаюсь я, вместе с анализом, сейчас я подробнее об этом буду говорить, занимается не просто панической атакой, не просто агорафобией. Это лишь маленький кончик айсберга, где ваши эмоции, соматизируется тело, которое вы просто испугались по незнанию. За паническими атаками, за агорафобией и вашими страшилками стоит огромный пласт того вашего мировоззрения, который приводит вас к постоянным внутренним проблемам. И эти внутренние проблемы приводят вас к постоянным неконструктивным поступкам, а эти неконструктивные поступки приводят вас к хреновому результату вашей жизни. Поэтому моя работа больше, чем панические атаки, и гораздо больше, чем просто телесные симптомы. И когда мне говорят, как быть, что делать, я все время говорю, идти к психотерапевту. Люди не понимают, почему. Я надеюсь, что я сейчас вам объяснил, что психотерапия, ну, в принципе, вы можете ограничиться только панической атакой. Вы можете ограничиться только агорафобией, вы можете ограничиться только тахикардией. Но я же знаю, что это не изменит проблему. Да, у вас не будет панической атаки, у вас не будет агорафобии, но результата в жизни не будет. Вы как зарабатывали свою тридцатку, так она и у вас и будет. Вы как ругались со своим мужем, как вас вегетативно шарашило периодически, так оно и будет происходить. Просто вы не будете, скорее всего, этого бояться. Это максимум, чем вам грозит недоработка невроза. Вы будете жить так же печально, все будет так же угрюмо, ну, вы просто не будете испытывать панику в верхней точке вегетативного напряжения. Все. И ничего больше не поменяется. Поэтому, когда вам говорят исцеление от панических атак, только сегодня и это грешит вашу проблему, ВСД, это иллюзия. И либо человек просто не совсем понимает, что он делает, либо это просто обман. Потому что за этим стоит глобальная проблема. Я думаю, что вы многие уже с этим столкнулись. Что панических атак нет, агорафобии нет, но что-то как-то мне не лучше. Так вот, психотерапия, мой метод, которым я занимаюсь, называется когнитивно-аналитический. Мы берем фундамент психоанализа и основу когнитивной терапии. Как я это совмещаю? Рассказываю. Допустим, вам 30 лет и у вас панические атаки. Абсолютно правда, что то, что я вам сейчас рассказывал, это ваше мировоззрение. И то, что формирует ваши внутренние конфликты, формируется в детстве. Это правда. Потому что именно в детстве вы научаетесь как-то думать. Вы научаетесь как-то понимать этот мир. Вы научаетесь как-то его осизать. Вы научаетесь этот мир как-то представлять. Вы что-то думаете об этом и об этом. И то, как вы думаете, рождается в детстве. Не с вами из утроба матери, А из отношений, которые происходили в вашем детстве, с мамой, с папой, если они были или не были, с братьями, с сёстрами, с другими обстоятельствами, вы научаетесь понимать определённые вещи. После того, как вы научаетесь понимать или вам вдалбливают определённые вещи, будь такой или будешь дурой, будь таким или будешь тупым, после того, когда это случилось, вы формируете стратегию, как я буду жить, чтобы не... Там много стратегий формируется, и в семье, и так далее. И вот этот детский период, которому Фрейд отдавал большое значение, формирует именно структуру мировоззрения. Фрейд называл это структуру характера. Формирует структуру мировоззрения, структуру того, как вы понимаете этот мир, как вы понимаете этих людей, эти поступки, и что вы хотите вообще сделать, что правильно и что неправильно. Так, именно это мировоззрение является неврозом, а не ваши симптомы телесные. Невроз – это то, как вы думаете, и то, как вы научились себя вести. Вот что такое невроз. Почему Красиков всё время вам говорит, что есть паническая атака, есть вегетативные проблемы, а есть невроз? Помните, я всё время об этом говорю? Потому что невроз формируется в раннем детстве, потому что невроз – это характер, это мировоззрение. Потому что если у меня человек говорит, мир должен быть ко мне справедлив, это невроз. Если мне человек говорит, я не должен опоздать, иначе я буду лошарой, это невроз. Если человек говорит, моя жизнь должна быть только такой, к 30 лет у меня должна быть мазерати, и никак иначе, иначе я неуспешный человек, это невроз. Поэтому слушайте, пожалуйста, меня внимательно. Невроз – это мировоззрение человека необъективное, негибкое, неконструктивное, нелогичное, неподвижное по отношению к происходящему в мире, а не ваши симптомы. Ваши симптомы – это проявление эмоций телесные, или страхи, или ещё что-то. Это проявление невроза, но не сам невроз. Поэтому, когда вас избавляют, исцеляют от панических атак, вам не лечат проблему. Вас просто научают не бояться, адреналина, рефлекс размыкают, допустим, на улице. Это первый этап. Он тоже есть вот здесь, как работать с симптомами. Но здесь есть и второй этап, о котором я вам говорю. Эти этапы есть в моих видео-лекциях, в моих семинарах, и в группах, и так далее. Потому что после всего этого есть проблема ваш невроз. Это ваше мировоззрение. Многие сейчас этого не поймут. Я прекрасно это знаю. Потому что вам кажется, что вся проблема, например, в ваших экстрасистолах. Если бы их не было, вы были бы счастливы. Нет. Если я сейчас щелкну пальцем, у вас не будет панических атак, экстрасистол, кома в горле, и вам кажется, что вы будете счастливы, хрен нас два. У меня было полторы тысячи клиентов за последние четыре года. Ну, за 1400. Поверьте мне и моему опыту. Когда люди перестают бояться паник, они их не вызывают, или когда они начинают передвигаться, по большому счету ничего в их жизни не меняется. Они как вели себя неуспешно, как вели себя однобоко, как ссорились с женой, как не могли принимать решения, как зарабатывали там мало, как они были неуспешны, как они были потеряны в жизни, так оно все и осталось. Потому что невроз никто не трогал. Теперь понятно, что есть панические атаки, гурафобии, вегетативные проявления эмоций, что называется ВСД, и есть невроз. Теперь как это, вот это психоанализ, что из детства, в детстве закладывается фундаментальное мировоззрение, и вот теперь психоаналитическая концепция. И это фундаментальное мировоззрение маленького ребенка, как он понимает мир, на самом деле переносится с этим человеком всю жизнь. Он всю жизнь потом как-то понимает определенные вещи, делает какие-то стратегии, ну, например, он всю жизнь делает так, как надо маме, или чтобы не быть тупым, или чтобы не быть плохим. Он всю жизнь что-то доказывает, все время в жизни что-то кому-то пытается объяснить, доказать. Вот у меня такая была проблема, да, в 2007 году, мои панические атаки случились именно из-за этого. Я сейчас тоже делаю какие-то вещи по инерции, но они осознаны, и я это выбираю сам. Дальше. Причем был прав Фрейд. Фрейд был прав именно в том, что мы с детства научаемся и переносим это в настоящее. Думать и действовать. Но Фрейд был не прав в том, что осознание этого на самом деле не несет должного избавления от проблемы невротической. Да, сам инсайд номер один, понимание, что я привыкла так думать с детства, потому что это моя стратегия для того, чтобы маме понравиться или папе, и все это действительно так и сегодня я делаю для того, чтобы, это осознание действительно очень такое яркое. Но когда человек это осознает, это дает ему очень хорошую такую канализацию, как мы говорим, канализирование этих эмоций внутренних, ему действительно становится легче. Но честно сказать, по факту надо дорабатывать. И вот когнитивная терапия Аарона Бека и Альберта Эллиса особенно помогает не просто осознать, почему вы сегодня так думаете, а имеет конкретные инструменты влияния на ваше мировоззрение, делая его гораздо шире, делая его гораздо гибче. И если бы у вас изначально было такое широкое, гибкое мировоззрение, вы бы не попали ни в какие внутренние конфликты. Вы бы никогда не испытали бы таких сильных эмоций на работе или из таких эмоций дома. И они бы потом не вылезли у вас в вегетативные проявления, вдруг откуда ни возьмись. И вы бы не испугались. Соответственно, техника и стратегия очень простая. Для того, чтобы избавить в кавычках вас от ваших телесных проблем, с чего я начал, для того, чтобы избавить вас в кавычках от ваших страхов, вы сначала должны понять суть происхождения ваших симптомов, то, о чем я сегодня вам говорил, а затем понять одно, что дорога к вам не к кардиологу, не к неврологу, а к психологу и психотерапевту, который занимается тем профилем, который занимаюсь я. Потому что, когда вы будете гибче мыслить, объективнее, вы будете иметь в руках способ решения внутренних конфликтов, вы их просто не будете создавать. Вот и все. И помимо того, что вы будете не создавать внутренних конфликтов, у вас не будет соматизации тела, вы будете думать гораздо гибче, вы будете гораздо эффективнее, вы будете придумывать и генерировать идеи на гораздо большей суммы, вы будете еще лучшим сотрудником, вы будете подвижным и объективным человеком. Нюанс. Вы будете продолжать испытывать эмоции. Вы можете грустить, и это нормально. Вы можете быть обеспокоены чем-то, и это нормально. Вы можете даже быть раздраженным на кого-то, и это нормально. Вы можете злиться отчасти на кого-то, это нормально. Вы можете быть разочарованным в ком-то, это нормально. Но вы не будете в депрессии, вы не будете в панике, вы не будете в тревоге, вы не будете испытывать чувство вины и чувство стыда, потому что это такие крайности, которые соматизируют ваше тело. И задача моя, вашего покорного слуги и когнитивно-аналитической терапии не просто проработать ваши симптомы телесные. Это не важно для меня. Когда вы говорите, у меня какого-то горла, тахикардия, экстрасиста, я так говорю, ага, ага. Потому что, по большому счету, я знаю, что за этим стоят эмоции. А за этими эмоциями стоит ваше негибкое мировоззрение к этому миру. И пока мы с вами совместно не поменяем ваше мировоззрение с помощью тех самых бесед и управляемой беседы, которые мы с вами делаем в кабинете или по скайпу в группе, вы не испытываете, не будете испытывать новых мыслей. Это не позитивное мышление. Это не значит, думай хорошо, и ты материализуешь вот это. Это все и лажа полная. Вы не должны будете думать позитивно. Ну, например. Клиент мне говорит. Два примера. И вы увидите, что тут нет никакого позитивного мышления. Первый пример. Клиент мне говорит. Мне завтра выступать с публичным выступлением, и я ужасно боюсь. У меня уже потеряют ладошки, у меня уже вегетативно плохо. Я говорю, что ты боишься? Он говорит, я боюсь, что я облажаюсь. Я говорю, ну, давай, допустим, ты ошибешься, и что-то пойдет не так. Что будет дальше? Он говорит, это будет ужасно, я этого не переживу. Я говорю, почему? Он говорит, ну, все подумают, что я полный лошара. Я говорю, предположим, все подумают, что ты не самый лучший оратор в этом городе или в этой компании. Что будет дальше? Тебя уволят, от тебя откажутся мать и жена. Нет, меня не уволят и не откажутся, просто мне будет неприятно, что я лошану. Ну, допустим, тебе будет неприятно, что ты лошанул, что будет дальше? Я буду переживать. Как долго? Долго? Дня три, наверное, будут переживать. Я говорю, зачем так долго? Ну, не знаю, может быть, меньше. И я ему говорю следующее. Я говорю, смотри, что ты думаешь. Ты говоришь, я не должен лошануть на публичном выступлении. У меня не должно быть тревоги и беспокойства. И если у меня будет косяк, это ужасно. И это повлияет на всю мою будущую жизнь. А это и есть твоя проблема. Потому что ты не рассматриваешь свою проблему, допустим, ошибку в публичном выступлении, локально. Что я сейчас просто лошанул, потому что я не очень талантливый, не очень часто выступаю. Я потом буду исправлять ошибки, на ошибках учатся и все ошибаются. Ты не смотришь на это объективно. Ты смотришь на это как на катастрофу всей жизни. Вместо того, чтобы сказать, да, я локально ошибся, это всего лишь на все проблемы с сегодняшнего дня. И это никак не повлияет на всю мою дальнейшую жизнь. Нет в этом ничего катастрофичного. И ты рассматриваешь проблему конкретно персональную, не локально, что она случилась сейчас. Ну, например, ты идешь в Макдональдс и ты разлил Кока-Колу. И у тебя первая мысль, о боже, какой кошмар. Это ужасно, это стыдно. Сейчас все думают, что я лошара. Ты не рассматриваешь эту ситуацию локально, что ты случайно разлил Кока-Колу. Так бывает. Было бы лучше, если бы ты этого не делал, но с чего ты решил, что о тебе все думают и почему они все должны о тебе думать. Каждый день Кока-Колы проливаются. В этом нет ничего страшного. И вместо того, чтобы понять это локально, ты начинаешь принимать это на себя. Это я разлил Кока-Колу и это я говно. Это я накосячил с публичным выступлением. Это я ни на что не гожусь и больше никогда не смогу выступать. Ты не рассматриваешь эту ситуацию локально и изолированно. Ты ее оцениваешь, во-первых, на себя, что ты полное ничтожество, во-вторых, у тебя еще ничего не получится в жизни потом вообще. Или девочка, которая приходит и говорит, меня бросил парень и теперь больше меня никто не полюбит. Гениальное просто умозаключение. Безусловно, 7 миллиардов и никто ее больше не полюбит. Потому что они рассматривают эту ситуацию, что есть Маша, есть Леша, они не сошлись характерами. Кстати, об этом мы будем говорить очень подробно 12 апреля. не сошлись характерами. И это просто локальная проблема Маши и Леши. А не в целом проблема будущей этой девочки. И вот такие вот примеры, это маленькие-маленькие примерчики из того, как люди думают. И поверьте мне, это лишь маленькие примерчики. И из таких маленьких осколков, которые я вам сейчас привел в пример, складывается целое мировоззрение. А потом удивитесь, почему у вас такие вегетативные проявления. Поэтому психотерапия, это не просто болтовня. Во всяком случае, то, чем мы занимаемся. Это управляемая беседа, направленная на разработку вашей личности. Для того, чтобы не просто минимизировать ваши негативные эмоции и вас перестало накрывать телесно. Но и чтобы вы были в жизни более эффективны. В работе, в деньгах, в личной жизни. Я надеюсь, что вы сегодня услышали более полезно то, что вы хотели. Порекламирую чуть-чуть свои продукты. На сайте безневроза.тв есть вебинары. Есть DVD-диск, который я вам показывал. Это как раз то, о чем я сегодня говорил. Там есть много упражнений и по симптоматике, и по разработке гибкого мышления. Потому что первое называется теория и практика, это для симптоматики. Второе называется поиск-анализ внутреннего конфликта, это когнитивная терапия. Там 4 DVD и 2 печатные методички. Плюс еще к этим вещам я высылаю вам 6 вебинаров. Вот столько материала, обсмотритесь. Главное правильно все делать. Поэтому я вам искренне говорю, приходите на вебинары еще 12 апреля, там у нас будут как раз вот эти личные терки, личные проблемы с личной жизнью, с расставанием, почему мы не можем расстаться. Там будем все это тоже рассматривать. Не пропустите. Итак, подводим итог. Ваши телесные проблемы не нуждаются ни в каких упражнениях. Ваши телесные проблемы – это эмоции, которые вы просто не видите. Вам надо научиться вычленять мысли, эмоции в каких-то ситуациях. Этим занимается когнитивная терапия. Второе. Вам надо научиться не бояться этих вегетативных симптомов. Третье. Потому что это эмоции, они никого не убили. Следующее. Вы должны понимать, как запускается паника с панической атакой, с адреналином. Это тоже вы сегодня услышали. Дальше вам надо понимать, что нет никакого смысла искать в себе болезнь и пытаться бояться и тахикардии, и кома в горле, потому что это обычное телесное проявление эмоций. И в этом нет ничего ужасного. Надо понять, откуда у вас эти эмоции. И вот тут вам помогает когнитивная терапия либо очно, либо по скайпу, либо дистанционно, которая учит вас понимать, что это я вдруг так странно смотрю на мир, и что это моя жизнь такая неэффективная. Поэтому, подводя итог сегодняшней лекции, психотерапия в 2014 году это не просто терапия панической атаки, агорофобии. Благодаря психотерапии и вот этому когнитивному нашему подходу вы делаете себя более успешными, более гибкими и более объективными в жизни. У вас не будет никаких вегетативных симптомов, вы будете испытывать разную палитру эмоций, вы будете гибко принимать решения, вы будете развиваться как человек, будете путешествовать, будете пробовать разную еду, будете пробовать разные бизнесы, разные компании, ошибаться, спотыкаться, отрихаться, разочаровываться, вы будете жить. И моя задача наладить качество вашей жизни. Не учить вас как правильно, вы сами скажете как вы поступили, но вы будете не бояться совершать ошибок, вы будете не бояться оставить свою точку зрения, вы будете не бояться показаться каким-то смешным иногда и глупым, как я иногда кажусь, вы будете не бояться показаться плохим. Вы перестанете пытаться делать что-то для кого-то, кому-то что-то доказывать и все время переживать за какие-то мелочи. Вы научитесь говорить «нет». Вы научитесь ездить не в одну и ту же страну, в Египет, например, а еще куда-нибудь. Вы сможете принять решение со своим мужем или со своей женой или со своим парнем или со своей девушкой. Вы не будете испытывать чувство вины, чувство стыда. Вам будет неприятно, дискомфортно, но это вас не убьет. И вот эта гибкость, вот эта подвижность и есть моя работа. И я надеюсь, что вы искренне поймете, что задавать вопросы, что вас накрывает, кроет и искать в себе болезнь. У меня есть одна клиентка, которая 12 лет и сказала, что у нее сущность подселили какую-то. Ну, представляете себе? 12 лет человек считал, что ей подселили какую-то сущность. Ну, там эзотерическая эта история. Вместо того, чтобы прийти к психотерапевту, поработать над ее мировоззрением, она ходила по бабкам и деткам. Ну, это же, ну, вот эта проблема нашей страны. Конечно, с 12 лет она не откинулась и никакой сущности не нашли. И она только сейчас пришла. А говорит, да, правда, мое мировоззрение и мои эмоции. А это правда не гномик. Там никакой не сидит у меня там длин-длин-длин-длин-долбает. Ну да, гномик такой, у нее шапка такая, ВСД. Он в пижаме такой сидит, там бегает по организму. То сердце теребит, то это теребит. Ну, нет, конечно. Поэтому я надеюсь, что вы поняли важность когнитивной терапии, важность психотерапии в правильном направлении. Потому что если вы будете по-прежнему писать на форумах «Тахиокардия опасна», «Экстрасистолы лечения», «ВСД как быть», вы будете таким несчастным, и у вас будет такая неэффективная жизнь, которая, возможно, сейчас есть. Чем быстрее вы меня услышите, и чем быстрее вы поймете, что надо делать со своим мировоззрением, идти к психотерапевтам, заниматься этим, тем быстрее вы сможете избавиться не только от ваших телесных проблем, но и стать эффективней, больше зарабатывать, быть успешным в жизни, принять решения с парнем, с девушкой, купить то, что вы хотите, полететь туда, куда вы хотите, и быть веселым, настоящим человеком, а не играть какую-то маску. Не делать какие-то защиты, типа «я умная» или типа «я сильная». Будьте настоящим. Когда хотите, скажете, когда не хотите, промолчите. И вот это очень важно. Выражать свои эмоции, выражать свою позицию, говорить «нет», «да», «а почему бы нет», «а давай попробуем», «да фиг знает, что подумают», «какая разница», «давай попробуем», «давай это сделаем», «давай попробуем». Я желаю вам удачи и здоровья, я надеюсь, эта лекция была для вас интересной. Все вопросы на сайте БезНевроза.ТВ мне, ВКонтакте. Вебинары, дистанционный курс и я доступен в Москве. Пишите, звоните, чем могу, помогу. Канал Невроза Мегаполиса, ваш Алексей Красиков. Увидимся 12 апреля на вебинаре. Приходите обязательно. Три часа будем обсуждать личностные проблемы. Увидимся. Спасибо, что смотрели. До встречи, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова